Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. Сегодня в нашей студии начальник управления социальной защиты населения Ленинского муниципального района Елена Александровна Гусева. Добрый вечер, Елена Александровна! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Елена Александровна, впереди у нас полчаса. Мне бы хотелось, чтобы мы потратили это время максимально с пользой. У нас много вопросов к вам. Я думаю, что на все мы получим ответы. И хотелось бы начать вот с чего. Новый год уже стартовал, уже второй месяц пошел. И наверняка, по вашей линии соцзащиты, есть изменения. К примеру, выплаты. Они увеличены в этом году? Ведь все, как известно, цены растут на все. Да, понятно. Инфляция съедает все. Вы знаете, прежде всего, остановлюсь на выплатах, которые производит наше управление. Прежде всего, неизменными остались уже с 2011 года выплаты ветеранам труда, которые имеют право на компенсацию за телефон. Эта выплата также в размере 220 рублей ежемесячно будет выплачиваться. Лицам пострадавших от политических репрессий ежегодная выплата пока не изменилась. И ее размер составит 6,5 тысяч рублей. Очень много вопросов на горячую линию с января месяца приходят к нам и ко мне на прием. По выплатам. Да, именно компенсация за ЖКХ. Я хочу успокоить всех наших телезрителей, что эта выплата будет произведена за январь-феврале. Финансирование открыто только 1 февраля. Но надо понимать, что половина января мы были все на каникулах. И все, что зависело от нас, я не то что оправдываюсь, но действительно было сделано. Мы просто ждали денег в казначейство. И я думаю, уже с сегодняшнего дня начали поступать эти компенсации. Но, в принципе, закон мы не нарушали никоим образом, потому что за январь мы обязаны заплатить нашим гражданам до 10 февраля. Что мы успеем сделать? Насколько я знаю, если люди поставили счетчики, то теперь они будут получать выплату через месяц, то есть в следующем месяце. Да, а мы дали в нашей газете «Видновские вести» разъяснение еще в конце года, в декабре, специально упредив, чтобы вопросов не было среди нашего населения много. То есть за январь мы получаем в феврале, и так будет весь год. Ну, надо понимать, что это объективно не нарушает права наших граждан, все будет выплачено, но не месяц в месяц. Мне бы хотелось еще такой вопрос затронуть. Вот технические средства реабилитации, то есть то, что получают инвалиды, дети инвалиды, у вас тоже что-то изменилось в этом плане? Теперь не вы этим не имеете? Да, спасибо за вопрос. Действительно много обращений, хотя мы еще с того года начали разъяснительную работу и на информационных стендах нашего управления, и на сайте администрации сказали, что с 1 января 2015 года технические средства реабилитации будут осуществляться все компенсации и предоставления этих средств фондом социального страхования. Где он находится? Он находится в городе Видное, на Ольгинской, ой, извините, Ольховое, дом 3. Это где Красный Камень, вот эти новые дома. Я могу телефоны, сейчас надо посмотреть, 8, для наших граждан, пожалуйста, можете пометить телефоны, 8498-767-5439. А где можно вообще эти телефоны еще найти? А мы написали объявление у нас в соцзащите, также в фонде социального страхования есть, и на сайте нашего администрации Ленинского района, в подразделе «Социальная сфера», мы тоже как бы об этом заявили и сказали. Но хочу успокоить наших граждан, потому что вот сейчас часто приходится встречаться с населением и задают вопросы, а как вот компенсации они получили. Действительно, финансирование было долго, мы ждали, и в конце года выплаты прошли. И наше управление соцзащиты более 10 миллионов выплатило за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, а также где-то 650 человек получили в натуральном виде, как можно сказать, там и памперсы, подгузники, ну кому какие средства реабилитации были нужны. Но долги, которые от соцзащиты остались, мы, естественно, актами приема и передачи все передали в фонд социального страхования, и хочу сказать, что это государственные учреждения, и не копейки наши люди не потеряют, все будет, как только финансирование у них откроется, естественно, они компенсации, что мы не успели, выплатят уже фондом. То есть вы с этим фондом очень тесно сотрудничаете? Да, конечно, и в начале января, конечно, какие-то вопросы, и мы людям разъясняем, и мы работаем пока вот так совместно, а как же. Но теперь в соцзащиту не за памперсами, не за подгузниками приходить не надо, инвалидные кресла, коляски, трости, все-все-все в фонде. У них там, кстати, оборудовано хорошо для колясочников, там подъемники, то есть доступная среда работает там очень четко, да, и поэтому нашим инвалидам будет комфортно. О доступной среде мы немножечко позже поговорим. Вот я знаю точно, что у вас раньше была такая услуга, как бесплатное зубопротезирование. Она сохранена сейчас, и что-то есть в этом, изменения какие-то? Да, вы знаете, законодатель внес небольшие изменения, потому что если раньше мы, наше министерство выделяло нам деньги на этой категорию граждан-леготников, да, и мы заключали договора с нашей видновской стоматологической поликлиникой, отдавали туда, как бы, и денежки перечисляли на это, то теперь эта функция перешла в здравоохранение, но гражданам все равно надо приходить за справками, как они называют, за путевками к нам. То есть неизменно осталось, что труженики Тейла, ветераны получают бесплатное зубопротезирование независимо от их дохода. Это осталась норма, как была. А вот пенсионеры, не имеющие льготного статуса, то есть рассчитывается как раз ценовая политика, это если у них средний душевой доход ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума. На семью? Да, или на одинокопроживающего гражданина, или на семью. На сегодняшний день, я могу сказать, чтобы там сложный этот расчет не считать, мы уже просчитали, это 17 160. То есть если у гражданина или в семье доход ниже, то на бесплатное зубопротезирование он имеет право. Это только пенсионеры? Да. Только пенсионеры? Льготная, да, категория. Понятно. С 1 января, я знаю точно, вступил в силу новый закон. Вот мне бы хотелось, прежде чем мы поговорим подробно о нем, посмотреть ролик. Ролик, подготовленный Министерством социальной защиты. А, да. Давайте посмотрим и поговорим потом. С 1 января 2015 года вступает в силу новый федеральный закон об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. В законе номер 442 появились новые понятия, определяющие участников процесса, а также понятия стандарта услуг как составной части порядка их предоставления. Согласно закону, право на получение социальных услуг имеют граждане Российской Федерации, иностранцы, беженцы и лица безгражданства, которые постоянно проживают на территории России. Решение об оказании социальных услуг будет приниматься по заявлениям граждан. Заявление в письменном или электронном виде могут подавать сами получатели или их законные представители. Решение по заявлению принимается в течение пяти рабочих дней. Ответственные органы обязаны информировать о решении заявителя в письменной или электронной форме. В случае отказа заявитель может подать заявление в суд в течение трех месяцев с момента отказа. Закон содержит перечень видов социальных услуг для всех регионов страны. Исходя из потребностей получателя, составляется индивидуальная программа предоставляемых социальных услуг. Для получения услуг граждане должны заключить договор с поставщиком. Право на услуги получают. Граждане, не способные физически самостоятельно себя обслуживать. Инвалиды и дети-инвалиды, проживающие в семье и нуждающиеся в постороннем уходе. Семьи с детьми, имеющими трудности социальной адаптации. Дети и инвалиды, оставшиеся без попечителей. Семьи, в которых совершается насилие, есть зависимые и психически нездоровые люди. Граждане без определенного места жительства. Выпускники учреждений для детей-сирот до 23 лет без попечения родителей. Безработные и граждане без средств к существованию. Получатели социальных услуг имеют право. На уважительное и гуманное отношение. Бесплатную и исчерпывающую информацию об условиях оказания услуг. Выбор поставщика. Защищать свои права в суде или отказаться от услуг. Участвовать в составлении своей программы. Иметь качественные условия пребывания и свободные посещения при получении услуг в стационарах. Согласно новому закону, получатели обязаны. Предоставлять обязательные сведения и документы. Своевременно сообщать поставщикам об изменившихся обстоятельствах и потребностях. Соблюдать условия договора и вовремя оплачивать услуги поставщика. Срочные социальные услуги в виде неотложной помощи не требуют составления индивидуальной программы на получателя и заключения договора с поставщиком. Решение о предоставлении срочной помощи принимается немедленно. Граждане имеют право на социальное сопровождение. Каждому получателю при необходимости помимо социальных услуг будут оказываться содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи. Новый закон направлен на повышение уровня и качества социального обслуживания в Российской Федерации. Вот такой вот ролик мы посмотрели. В общем-то такой объемный достаточно закон. Это переработка или доработка старого или это совершенно новый закон? Нет. Ну что-то, конечно, из старой практики перешло и в этот закон. Но поменялось, что раньше мы представляли социальные услуги. У нас есть центр Веры, который всем известен, находится на Садовой 22. Центр социального обслуживания населения. Это как раз о формах говорили, как на дому, как есть отделение дневного пребывания, куда приходят наши бабушки, дедушки с удовольствием, где мы организуем горячее питание. Это завтраки и обеды. Кстати, могу сказать, забегая вперед, что только в этом году, в начале года, после ремонта, наконец-то этот центр у нас начал функционировать, открыл свои двери. И мы ждем наших посетителей. И они с удовольствием уже звонили, спрашивали. Потому что из-за того, что у нас там ремонт был такой грандиозный, комплексный, мы не могли готовить пищу. И поэтому, куда мы представляли на развилку, в отделении тоже дневного пребывания, увы, там было тоже временно закрыто и не работало. Но сейчас, значит, с заявлением, уже приходят к нам с января месяца, мы принимаем заявление, работаем по новому закону. В течение пяти дней мы должны принять решение, составить индивидуальную программу каждому получателю социальных услуг, где прописывается все. В принципе, она может быть бессрочна, но законодатель, вот эта норма федерального закона, говорит нам, что мы каждые три года должны перерабатывать ее. Также, например, люди могут, и бывают часто такие случаи, вот ходили-ходили, плохо себя чувствуют, ну, там, в центр, да, наш, Вера. Потом просят на дому их обслуживать. Мы соцработника закрепляем, в договоре все это пишем, просчитываем, значит, ценовую политику и оказываем эти услуги. — То есть работа у вас больше стала теперь? — Больше, намного больше. Вы знаете, я сегодня встречалась, собирали мы общественные организации, общество инвалидов, всех приходили к нам. И, ну, человек 15 было. И когда представитель Совета ветеранов нашей общественной организации говорит, как же вы теперь будете справляться? Во-первых, новый закон, сами понимаете, мы еще опробируем на себе и новые эти индивидуальные программы, потому что, помимо того, что этим законом же сказано, что поставщиком социальных услуг может быть и индивидуальный предприниматель. То есть если он составит пакет документов, и в наше министерство соцзащиты одобрят, и его включат в реестр поставщиков, то есть у нас теперь и конкуренция, и мы должны работать еще лучше. Естественно, качество наших услуг, чтобы люди шли к нам. А это же и дома, и интернаты, и реабилитационные центры. То есть этот закон, он действительно на адресный, на улучшение качества социальных услуг. Конечно, от нас будут это требовать, и мы будем стараться вот сейчас с новым законом идти в ногу со временем и предоставлять. Я думаю, что мы с этой темой закончили, да? По закону все. Изменились размеры детских пособий в 2015 году, или то же самое осталось? Я все же направляю на то, что цены растут. Да. Вы знаете, каждый год, в принципе, детские пособия увеличиваются на немножко. Значит, что касается этого года, единовременные выплаты с полутора до трех лет мамочкам, которые уже федеральные льготы не получают, проиндексировали на тысячу рублей. То есть увеличение в плюс на тысячу. Но зато законодатель принял такое решение, что с семи лет до 16 или до 18 в два раза уменьшил размер единовременных выплат. Но так как считается, что в этот период уже, когда в школу пошли дети, провели мониторинг, наши законодатели посмотрели, что 49%, как они нам говорят, это трудоспособное население, которое имеет обоих родителей в семье. Ну и по семейному кодексу, естественно, родители должны до совершеннолетия ребенка обеспечивать им достойную жизнь и идти работать. Но законодатель, в принципе, нам разрешает, если есть трудности в трудоустройстве, то могут к нам обратиться, и мы, в принципе, можем оказать и государственную социальную помощь, потому что, ну, если размер сейчас снижен, а малообеспеченные семьи, и вот так не можем же наше государство бросить их на произвол, то государственная социальная помощь есть, которая разрешает нам, исходя из достатка семьи, платить. Она, значит, определена, что не может быть меньше 300 рублей и не более тысячи, в зависимости от дохода, повторяю, семьи. Но это только не обязательно. С маленькими детьми также может быть и участником войны, например, государственная социальная помощь, и членам семьи, которые проживают с участником войны, то же самое, от 300 и не более тысячи. И в год она не может быть, если для обычной категории граждан 6 тысяч в год, то для участников войны она 7 тысяч. То есть это мы говорим о малообеспеченных? Ну да, малообеспеченных, которым мы должны... Ну, также есть еще и адресная помощь материальная, которая в трудной жизненной ситуации. Тоже мы рассматриваем в зависимости от дохода и оказываем эту помощь. Она может быть оказана раз в год, но если ситуация у гражданина действительно критическая, он может обратиться и второй раз. Но многие обижаются и считают, что это норма. Право, вот я имею право, в законе есть. Но если раньше, например, еще года три назад, не было таких жестких условий, то сейчас эту трудную жизненную ситуацию надо нам, потому что нас проверяют, у нас вышестоящие органы, нас проверяют, объяснить и показать. То есть чеками приложить какие-то траты на лекарства, на проведение какой-то операции или что-то, потому что, в принципе, одинокому гражданину мы можем до 10 тысяч, это немаленькая сумма, и на членов семьи по 7 тысяч оказать эту материальную помощь. Спасибо. По предоставлению соцуслуг, есть ли какие-то изменения, не стало ли их меньше в связи с тем же надвигающимся кризисом? Нет, наоборот. Вот этот новый закон 442-й расширяет перечень социальных услуг. Их теперь в законе, по-моему, 122 услуги, то есть это и социально-бытовые, и социально-медицинские, и социально-психологические, и юридические. И даже какие-то срочные. И срочные. А что это за срочные? Вы знаете, срочные услуги, да. Даже интересно, скорая помощь такая. Скорая помощь, да. По этой услуге, если вот обратился гражданин, мы обязаны в течение суток оказать эту помощь. То есть это или доставка горячего питания, это или обеспечение одеждой, оказание, юридическое сопровождение каких-то действий, что-то, но попал человек в такую ситуацию, что выбраться из нее самостоятельно не может. Мы даем или юриста, психологическая помощь может быть. То есть вот так мы действительно, как служба спасения, должны реагировать по этому закону и помогать. Там не составляются ни индивидуальные программы, как требует закон в остальных случаях. И договор тоже мы не готовим. Ну, то есть по телефону позвонил? Ну, да. Попросил о помощи? Ну, мы должны, да, оценить эту ситуацию, в принципе, потому что у нас комиссия работает в Ленинском управлении. Можем выйти в адрес, посмотреть действительно, что там случилось, и на месте реагировать, принимать меры. А какие еще важные моменты? На чем я, может быть, не могу свой взор остановить, но вы вы знаете точно, что мы еще с вами сегодня не сказали. А, я хотела еще обратиться к нашим телезрителям. Обязательно хотела даже с этого начать. Спасибо. Значит, у нас 1 января стартовал месячник культуры общения. Я обращаюсь к нашим гражданам, потому что очереди к нам в кабинеты управления соцзащиты стоят большие и ежедневно. Значит, разработаны Министерством соцзащиты анкеты. Мы поставили ящичек для этих анкет. Не сочтите за труд. Минуты 3-5 заполнить, они небольшие. Но действительно, как вы оцениваете работу наших специалистов? Потому что мы хотим на основании этого, значит, месячника, он по 28 февраля, мы проведем потом обязательно анализ. Можете что-то там дописать, что вы видите, как улучшить, чтобы нам с вами было комфортно работать. И я прошу действительно всех, обращаясь к гражданам, поучаствовать в этом благом деле. Потому что это для вас же мы будем это делать. Опыт уже такой у вас есть? Вы знаете, раньше не было, а сейчас министр нашей соцзащиты, Фаевская Верна Клавдина, вот, дала команду это сделать. Я думаю, это хорошо. И мы узнаем, как действительно к нам относятся, и как оценивают квалификацию наших сотрудников. И будем над чем-то работать. Вы знаете, я как сама многодетная мама, когда у нас родился третий ребенок, мы получили региональный материнский капитал. Вернее, сертификат пока только. Вот лежит он, не знаю, как, что с ним будет. Как рассказывают, да, что эта бумажка, сколько она стоит. 100 тысяч рублей она стоит, да. Кто может получить сначала, да, вот какие категории, да, граждан могут получить этот материнский сертификат региональный. Что нужно для этого сделать, и как потом можно будет им воспользоваться впоследствии, когда? Да, значит, помимо федерального материнского семейного капитала, у нас есть региональный, как бы, для нашей Московской области. Право воспользоваться могут женщины, родившие и усыновившие второго ребенка, которые проживают на территории Московской области, а также мужчины, являющиеся единственным усыновителем второго и последующих детей, если ранее они не получали этот региональный материнский сертификат. Обратиться за ним надо прийти к нам в Ленинское управление соцзащиты, написать заявление, перечень документов, которые необходимо приложить к этому заявлению, также можно посмотреть на сайте в администрации Ленинского района, в разделе соцзащиты. На информационных стендах у нас на каждом этаже есть перечень документов расписан, а также у специалистов или по телефону горячей линии к нам обратиться. А потом реализация по закону этого материнского капитала идет на улучшение жилищных условий, то есть воспользоваться, на также обучение детей. То есть больше мы не купить ни машину, ни какие-то там блага для себя. Как и тот, который у нас материнский капитал, который большой, так сказать. Большой федеральный, да, который 490 тысяч, по-моему, стоит. Он там растет постепенно, у нас тоже есть, мы пока тоже его держим. А теперь еще 100 тысяч, это же хорошо. Ну, конечно, копится потихоньку, может, еще что-нибудь придумают. Да. Мы с вами в начале разговора нашего говорили о доступной среде для инвалидов. Вот в этом году что-то проводится, какие-то будут проводиться мероприятия по этому направлению? Да, конечно, мы очень активно исследуем все уголки нашего района, совместно с администрацией, потому что на целой комиссии создана. И мы выходим, фотографируем, смотрим, потому что это парковочные места для инвалидов, чтобы на объекты инфраструктуры они действительно добирались беспрепятственно и ставили свои автомобили. Если значок висит, и на асфальте нарисован знак для колясочников или инвалидов, это значит, занимать другим людям нельзя, это, в принципе, их место. И я хочу обратиться к нашим гражданам, может быть, мы действительно чего-то не видим, потому что даже, ну что говорить, и к нам в соцзащиту, и колясочник в управлении, так уж повелось, все ждем, и, может быть, здание нам дадут. Тоже не может подняться. Не может подняться. У вас нет там, да. Да, третий этаж. Здесь, вы знаете, я была так удивлена, открыв газету «Наше Подмосковье», и когда на одной из страниц я увидела здание «Наше крыльцо», и говорю, потом даже обиделась, я говорю, почему же нам-то ничего не сказали, сняли. Говорю, да это же лучше вам делаем. Я говорю, ну, может быть, действительно благое дело. Вот, и, в принципе, кодекс об административных правонарушениях, ну, дает перечень, что вот если нарушается в плане доступности для инвалидов, мы можем привлечь к административным штрафам, ну, написав совместно, изучив, естественно. И потом от этих штрафов дохода можно как раз на муниципалитет, ну, чтобы все-таки доступность была для инвалидов. А раньше такое было? То есть как-то все-таки люди обращаются с такими? Вы знаете, по-моему, не обращаются, поэтому я, как бы, воспользовавшись эфиром, решила, как бы, это сделать, и... У нас несколько вопросов от телезрителей. Трошина Евдокия Кузьминична. Почему ветеранам труда с 1 января 2015 года перестали приносить газету «Видновские вести»? Ой, так часто эти вопросы задаются. Значит, не к нам этот вопрос немножко адресован, а занимается администрация нашего Ленинского района. Но вчера приходила как раз ко мне пара такой же категории, и мы посмотрели, вот, говорит, рассказывают, что инвалидам второй группы газета не положена, только инвалидам первой группы. Я могу успокоить, потому что мы с администрацией связались, только инвалидам третьей группы газета это сейчас бесплатно, а доставляться не будет. А и инвалидам и второй, и первой, и, ну-ка, естественно, и участникам, льготным категориям ветеранов. Просто там что-то, какой-то сбой, я не могу за это ответить. Но сказали, что уже в этом месяце... То есть пока еще никому газета «Видовские вести» бесплатно не доставлялась. Мы даже ее подписали сами себе в соцзащиту, но я тоже еще не видела ее. Ну, вы не льготная категория. Ну, мы не льготные, мы за деньги. А куда обратиться, чтобы к пожилому человеку приходил соцработник? Пожалуйста, приходите, значит... А, надо обратиться к нам по новому закону. Сначала хотела сказать не так. По новому закону надо обратиться с заявлением к нам в Ленинское управление соцзащиты. Мы по заявлению, значит, принимаем решение и уже отдаем в Центр Веры, это на Садовую 22. Чтобы... Ну, мы составляем индивидуальную программу и уже закрепляем соцработника. Вот, и будут приходить. Можно ли стать волонтером в соцзащите? Такого вопроса, наверное, не ожидали. Не ожидала, честное слово. Но, видите, наверное, все-таки есть желающие. Почему у нас же ведь волонтерское движение в разных направлениях? Ну, кстати, это приятный вопрос. И думаю, мы действительно... Обязательно телефончик потом после эфира возьму и свяжемся. Потому что я хочу сказать, вот тот эфир был, когда показывали человека, которому надо было оказать содействие. И молодая гвардия нам помогла. И мы с ребятами выходили. Но это, я тоже считаю, действительно такое благое дело. Есть пенсионеры, которым нужна очень помощь. Какие льготы предусмотрены для почетных доноров до выхода на пенсию? Коротко, если можно, потому что у нас мало времени осталось. Так, значит, для почетных доноров выплата ежегодная в том году была, значит, 11 тысяч. В этом году на тысячу она увеличилась новым законом. 12 тысяч они будут получать. Так, и какой должен быть стаж, чтобы стать ветераном труда? 25 лет, по-моему, честно. 25 лет. Да. Вот мы потихонечку так переходим к завершению. И я хотела бы завершить вот на такой теме. В этом году 70-летие Победы у нас, да? Да. И весь год у нас как бы так вот под этим... С этим мы живем. Вот. Вот я знаю, что вы постоянно поздравляете ветеранов, да? Я знаю о том, что у вас и льготники тоже есть. Но прежде чем мы вот как бы эту тему разовьем, давайте посмотрим сюжет, как раз, который мы сняли, когда поздравляли ветерана Виктора Васильевича Жажина с 90-летием. Хорошо. Жизнь Виктора Васильевича Жажина можно читать как книгу. В ней есть все. Юношеские грезы о небе наш герой мечтал стать летчиком, военные дороги от Москвы до Братиславы, служба родной стране даже за ее пределами. Главное, твердо уверен ветеран, жить честно. На днях Виктор Васильевич Жажин отметил юбилей 90 лет. С этой даты его поздравил начальник управления социальной защиты населения Ленинского района Елена Гусева. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я с удовольствием вручаю вам послание президента, поздравления, долгих лет жизни, здоровья. Внимание со стороны очень приятно ветерану, а для работников социальной защиты, это, казалось бы, привычная процедура, на самом деле большая честь. Тех, кто воевал, говорит Елена Гусева, осталось совсем мало, потому формальность поздравления перерастает в теплую беседу, и каждый подопечный становится почти родным. А такие люди, как Виктор Васильевич, вселяют уважение и гордость за нашу страну и его прошлое. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кошелева, Виднетовы. Вот помните, да? Да, помню, конечно. Поздравляли. Так вот, чем порадует ветеранов Министерства соцзащиты к 70-летию? Ну, во-первых, мы подготовили, ну, совместно с нашей администрацией, направили уже все списки, и до 1 мая этого года мы обязаны всех поздравить и вручить нашей категории ветеранов юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне». И вот наши исполняющие обязанности главы Олег Владимирович Хромов уже активно вручает, потому что на встрече с главными поселениями, на отчетах обязательно приходят ветераны, это все трогательно, торжественно. Они уже получают эти награды. Но что касается выплат, значит, лекарственные препараты ветераны труда получали раньше за 50%. Внесли поправку в закон, и теперь они вот в этом году получат лекарственные препараты бесплатно. Да. Мы также провели нашим управлением обследование, могу сказать. Тот год был очень сложный у ветеранов наших обследования социально-бытовых вопросов. Где-то у нас было около двух тысяч. Ну, на сегодняшний момент жалко, конечно, наши ряды редеют, они уходят из жизни. У нас осталось где-то 1700. Но хочу сказать огромное спасибо главам, потому что после обследования мы обязательно пишем письма с просьбами, чем помочь нашим ветеранам. И главы откликаются, и действенная помощь, конечно, есть. За что огромное спасибо. И администрациям поселений, и нашему, конечно, главе. Мы благодарим вас за интересный разговор. Я хочу еще раз напомнить адреса и телефоны, куда можно обратиться со своими проблемами, со своими просьбами. Это управление социальной защиты в Ленинском районе. Значит, адрес город Видная, улица Школьная, дом 60, телефоны и адрес электронной почты вы видите на экране. Елена Александровна, спасибо за интересный разговор. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч. До свидания.